Вкратце о себе, потом вопрос. Я мама ребенка-инвалида, за плечами развод в церкви. Я долгое время была одна, очень хотелось выйти замуж. За полгода до встречи с будущим мужем мне было пророчество от лидера домашней группы, что Бог в ближайшее время даст мне мужа. Она в видении видела его со спины, сказала мне даже цвет волос. Спустя полгода я познакомилась с мужчиной из церкви, он давно верующий, его хорошо знает наш районный пастор как постоянного и безотказного человека. Мы стали встречаться, я видела, что он мягкий, без стержня внутри, не умеет принимать решения, не умеет общаться, грамотно выстраивает речь и свои мысли. Любви к нему не возникло, я думала, что смогу полюбить. Думала, он в семье возмужает. Потом снова было пророчество у лидера, подтверждение, что это мужчина от Бога и что Бог, что именно этот мужчина от Бога. Лично у меня были постоянные метания и сомнения, но я вышла замуж за этого человека. С первых месяцев жизнь стала невыносимой. Муж видел во мне маму, не принимал ни одного решения, даже совершал поступки, которые мне приходилось разруливать за ним. Его много раз обманывали с деньгами. Меня это стало сильно раздражать. Дошло до невроза, мне пришлось пить антидепрессанты. Мы уже два года в браке, и муж немного созрел, но мое отношение к нему не изменилось. Он все так же меня раздражает. Я все так же вижу его незрелым и не могу перестроиться. Нет уважения. Когда я читаю Слово Божье, я успокаюсь, и мне легче рядом с ним. Вопрос. Подскажите, пожалуйста, возможно, что придет любовь, и что нужно сделать, чтобы пришла? И где я совершила ошибку, как начать уважать мужа? Часто понятно, придется действовать из того, что есть. Вообще, выходить замуж по чужим откровениям очень опасно. Важно всегда слышать свое внутреннее откровение. Кто-то там кого-то твоего мужа со спины видит. Это все очень опасно. Да и без чувств выходить замуж за человека в надежде, что потом придет любовь. Как созреет в браке, или как он подрастет в браке. Да, мужчины меняются в браке однозначно. Теперь вам. Это труд двоих. Это труд как мужчины, и так же, как и женщины. Но ждать от него глобальных перемен — это глупо. Тут надо принимать. Теперь в данном контексте. Тут надо не пытаться его переделать. Тут надо пытаться из всего этого вычленить что-то такое, что вы можете уважать и любить. И не пытаясь переделать. Потому что, когда мы живем в надежде, мы типа будем... Я буду молиться, спаститься. Богу буду так молиться, чтобы муж изменился. Это манипуляция, и на нее не ведется никто. Потому что право выбора человека никто не отменял. И человек меняется только посредством того, что он хочет поменяться сам. А не когда жена какими-то особыми молитвами молится, и муж, знаешь, стал белым, был белым, стал черным. Такого не может быть. Он может притаиться, подыграть. Это другое. А по-настоящему измениться. Как правило, люди не меняются. Люди развиваются из того, что у них есть уже. Либо они в развитии, либо они в деградации. И вот вам надо увидеть, в чем бы он мог развиться. Вот если она говорит, он не умеет принимать решения, формулировать мысли. То есть не нужно бить в больное. У него есть наверняка какие-то хорошие, сильные стороны, в которых он может развиваться. И тогда те подтянутся тоже. А мы часто хотим, вот знаешь, переделать во что-то совсем иное. То есть он не был оратором, он станет оратором. Он не был лидером, он им станет. Ну это такая глупость. Ну может быть, конечно, и станет, если трудится, но он будет ломать себя. Если он... Нет. Человек вообще уникальное создание. Мы можем стать кем захотим. Но все равно, когда это желание у женщины его изменить, а не сам он носит это желание, понимаешь? Когда тебя постоянно хотят переделать, вот я больше всего в жизни не хотела бы встретить человека, тем более соединить с ним свою жизнь, который втайне хочет меня переделать. Это самое ужасное, что может быть. То есть это всегда будет невербально, недовольство. Что бы ты ни сделала, ты будешь всегда недостаточно хороша. Да. Потому что ты не сможешь соответствовать его вот этому идеалу, какому-то он там нарисовал себе. То есть ты просто, тебя берут как бревно, и из тебя что-то там пытаются вырезать. это ужасно. Либо тебя принимают и любят, осознавая, что в тебе есть такие стороны, такие, и это ты. Ну, либо тогда, тогда нет. Девушка может молиться Богу, чтобы ее сердце изменилось по отношению к мужу? Ей нужно молиться Богу к тому, чтобы он освободил ее от этого желания его переделать. чтобы она его приняла. Если она все-таки вышла замуж, что-то она в нем разглядела когда-то. Приняла его таким, какой он есть, и начала действовать из того, что есть, а не из того, что когда-то будет. Вот дело в том, что когда-то будет, это может никогда не произойти. Человек иногда может, я еще раз спросил, подыграть. Он знает, что ты сильно этого хочешь? Он может подыграть раз, подыграть два. Не может играть в сюжете. Но он не может играть всю жизнь.